что друзья приветствую всех любителей 2 виктории давненько у нас не было ее на канале и хотелось бы хотелось бы в нее вернуться вновь за кого игра я играю за сегуна току гава то есть фактически за японию да и собственно мод chronology 1816 год но сейчас самая начальная дата в этом моде под прошлым роликом по виктории мне предлагали посмотреть мод хпм historical что-то project мод типа такого как вы понимаете его скачал посмотрел прикольно кучу новых стран добавлено но как-то вот не знаю не зацепило меня хочется что-то что-то такое что-то более знакомое разобраться в нем и уже в новой дебри как-то заплывать вот а так с chronology модом в принципе я да и вы наверное вполне знаком так что вот что себе представляет всегда току гава мы чисто как китай в оригинале имеем куча куча кто это сателлитом сателлитов имеем куча куча конкретно наши территории это вот по таким границам это наша территория вот это наша территория и вот сверху этот полуостров ну как полуостров остров это да называется с ну в общем где айны живут это точно знаю вот и первым нашим делом будет это вестернизироваться уж 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 вот в чем в чем а вестернизации я не то чтобы тупо мастер вкладку технологии нам видимо не скоро нужно будет давайте чисто на ложеке поставим побольше на всем и будем что делать правильно будем усилять священников уж то они будут повышать образованность то есть грамотность да и все будет четко больше очков будет и вот где же это вкладка вот вот здесь мы будем всякие реформы проводить и вот кнопочка вестернизации ну в общем то те кто не знал здравствуйте вот такая вестернизация в виктории есть чем нам заниматься пока мы не вестернизировались я бы хотел я бы хотел расшиться некоторые территории ведь когда мы завоевываем нецивилизованные страны будущие сами нецивилизованными то при вестернизации они станут цивилизованными вот это да прикольно сказано вот корея рядом с нами а в корее насколько я помню ей цены да 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 ценные ресурсы по типу железо угля причем да и у нас в принципе железо и уголь но как бы не будем отставать от всего какие у нас есть интересные решения объединение всяко а вот в общем то все наши четыре решения чтобы объединить собственной японии нам нужно цивилизованным государством стать и стать великой державы а сможем ли мы чисто за току гаву стать великой державой очень сомневаюсь а вот кстати проглашение японии интересно проглашение японии подразумевает то что дайме у нас все пропадут или нет не понял реки те самые можно присоединить себе как эта система хан в общем то ну нам до этого не скоро в общем то на завоеванием всяких территорий у нас ничего нету ну да ладно предлагаю чё предлагаю первым делом нам построить флот сколько клиперов нужно ладно давайте мы сначала армию застроим ох какую же нам армию застроить давайте мы наверное как у нас будет армия формироваться давайте одна кавалерии 44 регуляров наверно это будет наиболее чисто логичный компоновочка как как вы привыкли ну и само собой флот пять штучек наверное раз уж такое дело вот и самое интересное что у нас будет кстати рюкью здравствуйте по деньгам у нас все впрели нормально прилить а нет все таки вы в минус ушли видимо то что мы закупаемся а так у нас когда ноль у нас никаких займов нету чтобы не вестернизированная страна класс тупо чит читер что читер а то получается 4 узел правильно или подожди мы наверное еще закупать не можем да пока у нас денег нет логично логично да даже с деньгами у нас как бы как-то не очень все закупается вино шерсть шерсть у нас шерсти не производится как я понимаю в стране нет видимо видимо не производят ох не просто нам будет жить господаль ох не просто ну и само собой в начале игры промысленность никакая мирова мировая тем более мы посмотрите в как на каком месте тупо 117 место супер до нас товары ой как не скоро дойдут и так понимаю никак не у кого сферы никаких нету пока что да нужно успеть нам напрыгнуть на корею если получится на корею ну какие-нибудь здешние места тоже нужно будет напрыгивать я думаю давайте мы пока что не будем ничего дела по что я только что вспомнил что всего год будет держаться претензия нет что-то совершенно шерсть у нас не хочет закупаться что печально и самое интересное что наших вассалов с армии это все в порядочке в тупо в порядке до кроме вот кистью что-то без солдатиков а так там все не очень хорошо ладно думаю наше печальное положение какой-нибудь из реформ может подвинуть что-то типа земельный может быть реформы вроде как эффективность сельского и хозяйства и горнодобычи а именно этим и деньги зарабатываю ну как зарабатываем в нолик тупо уходим да это вещи цена может помочь или и на налогообложения почему нет ну тут еще образовательная реформа мы не нравится вещица полезное образование да да а дипломатическая реформа она разве не может нам дать какие-нибудь события интересные ух не знаю ну прямо сейчас пишется про дип очки да но дип очки это не самое нужное сейчас для нас правильно откроет технологию физиократии что это такое физиократия технологический эффективность фабрик спасибо вам спасибо вам давайте попробуем поражать я надеюсь интересные события у нас появится то что в оригинале я точно помню бы там было что-то на увеличение очков исследования всякое такое а да смотрите у нас самоизоляция пройдет у нас прекратится сокок отлично и очки исследования у нас был дебав минус 10 процентов и у нас она пройдет великолепно ну что и требовалось доказать так а чисто ради интереса где есть шерсть чтобы мы понимали примерно как себе вести шерсти может быть я нажму на китай где-то блин даже в китае нет шерсти неужели шерстью как барашек выглядит правильно так смотрим в азии нету ни капельки шерсти а и круто только в австралии самое ближайшее вы понимаете да шерсти у нас класс все здорово так если брать ну так если смотреть в общем то можно зацепиться за всякие мелочи по типу сигунат и партии пирас императорского двора что лично я знаю из истории сигунат как бы не сильно был как сказать западно настроенного вот императорский двор я к тому что может быть какое-нибудь событие у нас проскочит когда мы выберем эту партию я надеюсь на что-то мне кажется это было слишком самонадеянно что что-то изменится от этого не знаю что мы еще сможем сделать получать отношения с каким-то великими державами по типу россии так хорошо можно провести земельную реформу эффективность налоговложения давайте наверное земельную реформу все-таки тыкнем смотрим на экономику нашу и ночью такой-то плюс у нас появился но вы видите насколько у меня все выкручено в ноль ну да что то какая-то торговля имеется но то так это конечно шатко ну и по шерсти опять же пока глухо ох интересный а геймплей первые десятки лет будет ждать ох интересный о пошла пошла шерстью по трубам пошла шерсть нормально сейчас завоюем тупо пол азии с такой шерстью но если шерстью более-менее понятно то с клиперами вы как бы наверное сами знаете даже великих держав поначалу проблемы как бы понятно какого рода так ладно нормально с кораблями не получилось две штучки имеются посмотрим что вокруг нас на скорее не получится потому что ну как бы сша а у нас 10 10 полков да старый добрый старый добрый вьетнам это 20 бригад о господи так 20 бригад имеется какие-нибудь еще варианты на сиан что-то все влетают а из-за чего не влетают сиамский лаос сиамский лаос это что это вот это да сиамский лаос понятно понимаю вас никак не осуждаю а что еще имеется банкок мы никак не захватим пусть это столичная да о господи вот это название ладно я даже пытаться не буду она имеет выход к морю и вроде как она может быть даже густо населенная ну да 120 тысяч в наличии тут имеются в одной провинции так по 30 есть так что думаю на сиам можно вылететь вполне себе 2 2 кораблика чем это вообще ну ладно главное чтобы они нас не потопили и чтобы сохранились правильно правильно так хорошо повод для войны готов давайте две тысячи всего можно будет перевозить ну как 6 она же получается да так отлично давайте мы потихоньку высаживаться наверно суда в краешек плена везде эти противники их стоят что ж такое и высадится негде уже эти захват региона кстати мы несколько можем какие у них есть но столичная так понимаю да точно нет банкок ну это старая добрая виктория что что тут попишешь правильно так провинцию с ней с непроизносимым названием и наши товарищи поддержат в принципе нас это отлично все-таки поехали не знаю приплывут они не приплывут ну и все они предлагают мир сюда блин бедный сиамы его с трех сторон тупо распилили дай нам распылил беру распилил и и мы здравствуйте в плен а печально печально жить не нам сеансы и да у нас из этого грамотность просела но как бы не удивительно 200 тысяч тут всего населения всего-навсего что производится чисто вопросик такой меня возник да ничего такого ничего такого чего бы у нас не было в принципе знаете еще можно куда в очах сгонять альчих это 200 тысяч населения в принципе тут они все в союзе с самым нас перемирие мы такие же как они не цивилизованные страны вы 20 на 10 бригад никак не поборим понимаете думаю да а тут население по 20000 ну типа совсем смешно и да так что у нас выбор небольшой самый ближайший это очах чисто ради интереса продукция точно такая же ситуация ничего интересного абсолютно не знал что цивилизованное государство дает бонус на оправдание войны в принципе это логично даже наверно кстати доска до какого перемирия у нас сиам 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 до 38 в принципе скоро уже закончится перемирие но у них еще куча мелких провинций остались да так что это стоит учитывать столичную провинцию мы у них никак не завоюем только что было событие то что в провинции кобе нашли драгметалла вот они чтобы понимали это очень мощный баф нам в экономика только что выставил все на серединку то есть это где-то было вот тут у да и оборонку на суду блокируем уж вот так удержаться ма почтение ух не знаю вот бы у нас эти клиперы не сломались пока мы тут плывем они могут сломаться просто и у нас армия пропадет и наверно тогда перед этим сохранюсь но если чем мы уже на а чих можем бы ковать ладу них три всего лишь полкает ни о чем поехали а 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 КОНЕЦ Ну вот в принципе и все, а чехнаж, да и с кораблями все более-менее благополучно получилось, что меня радует Еще раз, сколько населения? 200, 200 тысяч, мгм, понятно Ну и да, образованность у нас тоже вниз скакнула, ну а что, а что дело, а что делать-то, а? О, можем вообще завоевать весь Сиамкста, вот это нормальный вариант, по-моему такого не было вот до этого Как у них по армии? По армии у них все печально, можем этим воспользоваться Я даже сказал, что мы должны этим воспользоваться У них 600 тысяч населения, это нормально, это нормально Нормально у нас экономика, ммм, экономика, говорю, образованность просядет, вот это нормально, да, реально Так, неловкая ситуация выходит, что у них армия, ммм, такая же, как и наша, а мы не имеем возможности кого-то под, какое-то подкрепление себе получить Не имеем возможности, потому что у нас все корабли разрушатся Эээ, печально, меня это печалит И корабли никак не починить, потому что, ну да, потому что вот так Ну давайте попробуем сохраниться, я попробую, попробую, сможем их разбить или нет Что-то мне кажется, что-то мне подсказывает, что нет, но мы попробуем Блин, может быть с ними, с кем-нибудь союз стоит заключить, типа с дайномом и такое Ну нет, у нас бесчестий много, бесчестий много, никак не получится Ладно, давайте попробуем Ну да, как и ожидалось, в общем-то, ничего нового Уууу, господа, я в целом не озвучил эту вторую попытку, не знаю, вырежу я или нет, но мне просто через тернии к звездам получилось разбитие армии Сиамского В общем-то, секрет моего успеха в чем? Две кавалерии, одна из которых из Ащиха, да? И смена генерала на атаку, максимально, что у нас у меня было В моем случае это атака плюс два Хуууу, это мощно А, Великобритания Хо-хо-хо-хо, дипломатия Это серьезно Ну да, смерть флота уже наступила Сейчас еще смерть нашей армии будет И вообще супер будет, класс Он предлагает на статус-кво мир заключить Да в целом у нас статус-кво можем загрузиться, так что ничего страшного Ладно, ну это уже бесполезно с Великобританией воевать Можно, знаете, что попробовать? Можно попробовать перекинуть армию флотом Но опять же, как этот флот достигнет родных берегов, это хороший вопрос Блин, нам же еще несколько раз будет нужно плавать, потому что, да, у нас всего три корабля Ну как три, теперь два Ну вот какие-то три, три, ты, кстати, три, почему три? У нас же два корабля, нифига Кто-то зато по зайцам проехал, получается И так что попробуем сейчас, наверное Ничего себе, мы даже победили их с первого раза Ню-ой-ой-ой, это прям заявочка на победу, на хорошую Так как там Великобритания отношения? Дружеские Уф, уже То есть с самого начала они дружеские были, да, и это я не увидел Серьезно, да? Ой, супер, че А кстати, вот почему они не вступаются, потому что они в войне сейчас Они в войне за что? Ммм, вот за поиск освобождения Это отлично, мы можем успевать Ммм, вот за поиск освобождения Опа, мы успели, мы успели, просто Великобритания уже ни с кем не воюет И я уже начал переживать немножечко Бум, уф, мощно, сочно Громадность просто в нулину упала Это что надо Да, да, да То, что нужно Ой, друзья, надеюсь, надеюсь В следующих сериях будет нам намного проще, чем в этой Потому что, потому что это мощно Вот это реально мощно Кажется, мы начали забывать, что из себя представляет вторая Виктория Ну, лично я начинаю забывать Ну, а так, друзья, подписывайтесь Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик И, в общем-то, пишите все, что думаете по поводу того, что происходило на экране На этом все Всем спасибо, что были Всем спасибо, что смотрели Как-то так